Отмечается, что участниками проектов, реализуемых за счет выделенных грантовых средств, станут более 100 тысяч сельских жителей. Проекта охватят три области страны, такие как Нарынская, Орска и Баткенские области, которые были выбраны по определенным критериям, главный из которых – подверженность климатическим изменениям, отметил Андрея Баньоли. Каждый из нас ощущает изменение климата, но если для жителей города это просто изменение погоды, то для сельчан, занимающихся фермерским хозяйством, это несет серьезные последствия для урожая, их доходов и будущего. По нашим расчетам, около 700 тысяч человек прямо или косвенно будут охвачены результатами этого проекта. Выделенные средства будут также направлены для технического оснащения Кыргызской метеорологической службы. Планируется совместно с партнерами установить 8 погодных станций для сбора и анализа климатических данных, изменения температуры в целевых районах. Наряду с этим в рамках проекта фермерам помогут изучить и использовать инновационные агротехнологии для устойчивого дохода в условиях изменения климата, включая переработку сельхозпродукции, сказал Андреа Баньоли. Мы хотим, чтобы сборы и анализ климатической информации регулярно распространялись всем действующим лицам, а в особенности фермерам, чтобы они могли планировать свою сельскохозяйственную деятельность с учетом возможных изменений климата, а особенно температуры и осадков. Мы хотим им помочь использовать эту климатическую информацию для планирования своей деятельности, для роста производства и для роста их доходов. Также в целях сокращения урожайных потерь мы хотим им помочь в открытии перерабатывающего цеха. Данные проекты будут реализовываться в сотрудничестве с Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства, Министерством чрезвычайных ситуаций, Минсельхозом, а также Министерством труда и соцразвития. Все это то, что мы делаем, мы делаем ради нашего государства, ради нашего народа. Спасибо партнерам нашим, которые тоже оказали непосильную нам очень большую помощь. Разработки данного проекта, который именно позволит противостоять именно тем вызовам по изменению климата, именно адаптация и митигация, которые необходимо проводить в Кыргызстане, для того, чтобы удержать температуру окружающей среды, чтобы она не превышала 2 градусов. Отмечается, что данный проект будет осуществляться в течение трех лет – с 2019 по 2022 годы. Те же средства будут перечисляться траншами в зависимости от паспроекта, говорит Андрея Баньоли. Он сказал, что первый транш будет переведен в апреле следующего года. Реализацию проекта «Зеленый климатический фонд» будет строго отслеживать по графику.